Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы продолжаем наши ежедневные разговоры о том, что происходит на финансовых площадках в призме сегодняшнего внимания. Российская экономика. И будем искать угрозу ейную. Что же может угрожать российской экономике? Сегодня об этом мы поговорим с моими гостями. В гостях сегодня Вероника Чекина, аналитик ФЦ Инфина. Добрый вечер, Вероника. Здравствуйте. И Максим Асачий, начальник аналитического управления БКФ Банка. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Ну давайте пока об угрозах не начали разговор. Как настроение традиционное, я спрошу. Спасибо большое. Замечательное настроение. Замечательное настроение, Максим. Отличное. Отличное, боже мой. Тогда под вопросом вообще сегодняшней поиски. Или просто я буду решать задачу испортить вам настроение. Так чем хуже рынок, тем лучше аналитики. Действительно. И тем лучше настроение у нас. Да, тем выше обстоятельства. А не востребованы. Это приятно. Уважаемые слушатели, вам сообщу на всякий случай, напомню, точнее, на всякий случай телефон в студию 6510-996. Звоните, задавайте вопросы, либо свои вопросы публикуйте на сайте finam.fm. На все вопросы мы постараемся ответить. Итак, начнем с беглого взгляда на рынок. Что происходит после вчерашнего, да, ни на чем практически основанного роста. Сегодня основные индикаторы корректируются. И все в красненьком цвете. Хотя, может быть, и не так сильно они пока еще падают. Значит, американцы открылись чуть ниже нулевой отметки. Доу-Джонс минус 0,07%. Теряет S&P 500 и 5%. РТС и ММВБ сегодня корректируются. Еще раз повторю. Соответственно, индекс ММВБ 1445. Текущая котировка чуть больше 0,5%. И то же самое примерно индекс РТС. Нефть тоже корректируется. Ниже 115 торгуется сегодня. Brent 114,39 текущая котировка. Золото. Золото 1645 пытается пробить, пока не удается. Текущая котировка 1644. Ну и индикатор рынка Forex 24,70. Сегодня, собственно, вчерашний ХАИ. Практически рядом с ними он стоит и думает, что делать дальше. Основной набор голубых фишек торгуется сегодня разнонаправленно и без особой динамики. Ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж. Давайте, собственно, тем не менее поищем некие угрозы для российской экономики. Ну и даже дело не в угрозах. Понятно, что у нас практически финал лета. Вероника за эфиром, я спросил, была ли она в отпуске. Она, слава богу, была, отдохнула. Самое время настраивается на серьезные события. Хотя почему-то она вновь собирается в отпуск. Как это так, Вероника? Да, такая любовь к отдыху. Любовь к отдыху, это хорошее дело. Ну, а у кого нет возможности осуществить эту любовь к отдыху, Максим, да? У нас там и нет такой возможности. Ну, по крайней мере, так часто. Кошелание есть. Да, так часто любить отдых мы не можем, по определению. Нам приходится готовиться к тому, что на пороге осень, на пороге время событий, как минимум. Собирать урожай. Собирать. Надо время собирать камни. Ну, так вот, что за камни ожидают нас этой осенью? Давайте об этом и поговорим. Еще раз повторю, бог с ним, со словом угрозы. Основные события, которые повлияют на текущую динамику рынка, если ее определить как нейтральную. В принципе, все лето, да, мы ходим по всем инструментам практически в неких диапазонах боковых, там, чуть повышательные, может быть, тенденции наблюдаются. Но, тем не менее, никаких событий нет, малые объемы. А вот сейчас начинается осень, и чего нам ждать? Вероника, начинай. Вот заканчивается сезон отпусков. На Западе в августе традиционно тоже затишье, и политики тоже люди, им тоже нравится отдыхать, они тоже это любят. Вот, и сейчас снова, мы уже это видим по последним дням, снова стала обостряться тема Греции. Снова рынки стали проявлять некие такие панические, появились настроения. Снова говорят о скором выходе Греции из еврозоны буквально там вот-вот. Извини, пожалуйста, по поводу Греции я сегодня где-то прочел, так бегло, застряла у меня в памяти такая фраза. Кстати, по поводу вчерашнего роста на валютном рынке. Валютные спекулянты радуются скорейшему выходу Греции из еврозоны. Да, да, ну а потом, значит, на следующий день валютные спекулянты будут печалиться. Печалиться по этому поводу. Смотря в какой они валюте. Не говори, ну это спекулянты, да, у них ничего святого. Продолжай. Поэтому все вот ожидают встречу, которая уже на этой неделе должна состояться. Греческого премьера Самариса сначала с Юнкером, потом с Ангелом Меркель. Они хотят добиться переноса сроков сокращения бюджетного дефицита, чтобы это было... А они кто? Греки. Греки, да. Они хотят, чтобы процесс растянулся во времени. Нет, Меркель, конечно, нет. А два года? Да, хотя Меркель тут несколько там порадовала рынки, обнадежила, когда она поддержала инициативу Марио Драги о выкупе облигаций ЕЦБ проблемных стран. Ну то есть это же инициатива в смысле желания или возможности ЕЦБ выкупать? Да, возможности ЕЦБ выкупать. Вот поэтому сейчас все будут очень пристально следить за Грецией. И после того, как, я думаю, тема Греции так или иначе отыграется, я думаю, что в сентябре ничего страшного не произойдет с Грецией, да, я думаю, тогда снова перейдут, допустим, к теме Испании и Италии. Но эта тема актуальна на сегодняшний момент? Да, эта тема, она не перестает быть актуальной. Максим, вот размещалась Испания, да, по-моему, пятилетки размещалась на этой неделе и доходности падали, и так как-то все спокойно на это. А вы знаете, сегодня вот график дня на Блумберге, это график индекса нищеты, это просто сумма безработицы, инфляции. Есть и такой. Да, да, можно посмотреть. Вот, так вот, он у Греции и Испании оказался на одном уровне, а у, так сказать, оставшейся Европы в два раза ниже. То есть... А тренд какой там? Повышательный, повышательный. То есть, как бы негативный. И в графике там, как бы, самая неприятная начинка, это как раз то, что происходит с Грецией. Как индекс называется еще раз? Индекс нищеты. Индекс нищеты. Мазери. Вот, мазери индекс. И, скорее, и можно, так сказать, ожидать, что судьба Греции может не миновать. Да, восходящее движение в индексе продолжится, судя по всему, да? Да, да, да. Ну, Испания тут берет, в первую очередь, свои, конечно, рекордные безработицы, которые, как мы помним, уже начинают приближаться к уровню 25%. Да, среди молодежи там 50%, все проценты, даже больше. Так что ситуация с Испанией, в общем, может скоро опять напрячь рынок. Опять напрячь рынок. Значит, мы говорим о том, что вот события этой недели, да, связанные со встречами, со встречей, вот Вероника об этом рассказала, да? Например, премьер-министр Греции будет занимать умы наши до конца недели практически, да? Да. Потом они, естественно, что-то решат по поводу этого. И мы уже смотрим на дальнейшие события, в частности, выступление Бернанки, да, в конце августа. Да, но еще мы смотрим в сентябре. В парламент Греции очередной раз должен голосовать пакет мер по ужесточению, как раз вот. Если не удастся договориться по поводу растягивания сроков, да? То есть вполне возможно, что там какие-то будут волнения. Хотя вот я не думаю, что сильно будут это в сентябре, поскольку за летний, скажем так, сезон, когда туристический, да, там греки, они там немножко подкопили себе, там, сколько-то денежек, да? Но вот в декабре будут еще раз голосовать, и вот там уже очень-очень может быть такая неприятная ситуация. Ну, то есть развитие этой неприятной ситуации, значит, в перспективе до конца года мы ждем. Да, до конца года. Это все будет постоянно качать рынки. Ну, и в принципе мы еще как бы должны, вот помните, вот как бы три вектора, да, то есть Европа, Китай, Америка. Америка. Это, конечно, преддверие выборов. В скором времени вся эта катавасия закончится. Скорее всего, до выборов ожидать какой-то новой фазы QE, количественного смягчения не приходится. А вот после выборов, я думаю, этот сюжет станет опять на повестку дня. Сюжет именно? Количественное смягчение, да, потому что каких-то других вариантов нет. Ну, напомню, что сейчас действует как бы по существу программа такого половинного, ну, там QE 2.1, что-то в этом роде, да? Да, то есть просто твист, по существу обмен длинного долга на короткий, вот. И направлена она в первую очередь на то, чтобы снизить нагрузку на бюджет. И примерно так, значит, до выборов, да, примерно так будут развиваться события. Да, вряд ли кто-то будет предпринимать какие-то такие резкие действия до этого. Хотя вот сегодня все тоже с нетерпением, собственно, ждут публикации так называемых минуток ФРС, то есть протокол, да, не последний. Вот, чтобы посмотреть, кто там из представителей региональных банков, как высказывался за, да, против, за что голосовал. То есть это всегда тоже очень внимательно следят за этим. Ну, я так понимаю, пространство для маневра, конечно, у ФРС еще меньше, чем у ЕЦБ, поскольку, ну, как бы, можно, конечно, снижать ставку ключевую. Ну, за нами только ноль. Ну, да, но американцы куда уже снижать? Ну, ты тут предложил один из президентов ФРС, не помню даже какой. ФРС? ФРС, да. ФРС, ФРС, ну, так, договорочка такая по ФРС. Он предложил снизить ставку резервирования банковскую. То есть вот такой вот сделался вариант. Хотя почему? Именно ФРС, да, все правильно, федеральных резервных банков. Ну, да, федеральных банков. Не ФРС пока, я не имею. Я прошу прощения, давайте мы об этом продолжим после новостей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем возможные неприятности для российской экономики, откуда они придут, сколько их и когда их ждать. Ну, что ж, говорим об этом сегодня с Вероникой Чекиной, аналитиком ФЦ Инфина и Максимом Асачем, начальником аналитического управления БКФ Банка. Еще раз добрый вечер, коллеги. Напоминаю, слушателям, моим уважаемым, телефон в студию 6510-99-6, звоните, задавайте вопросы, либо свой вопрос пишите на сайте финам.фм. Продолжаем разговор. Вспомнили Федрезерв, Вероника. Сегодняшняя публикация «Минуток». Вспомнили еще и ФБР, но не к столу. Не к ночь. Не к ночь. Не будем. Пока. Хорошо. Значит, давайте тогда переключать свой взгляд на Россию непосредственно и будем говорить о том, что откуда неприятности-то, собственно, ждать. Одна из них, понятно, да, одна сторона. Ветер откуда задует? Из Европы задует, если... Ну и так далее. Америка в этом случае может каким-то образом российской экономике повредить? Может быть, вот этот процесс, который формально с завтрашнего дня запускает, да, 23-го, официально Россия вступает в ВТО? Сегодня, по-моему, уже официально. 22-го. Ночь с 22-го на 23-е. Праздновать будете сегодня, нет? Да. Ночью. Бутылочку шампанского. Максим, здесь есть угроза для российской экономики? Ну, определенные угрозы для отдельных отраслей, конечно, вступление в ВТО несет. Тут вскрывать как бы нечего, это все прекрасно знают. Просто по логике. Если открывается граница между страной с слабыми технологиями, высокими технологиями, страна с плохими институтами и мир с хорошими институтами, то, естественно, происходит мощный процесс перетока хорошего в плохое. Ну, а хорошего, это значит наших денежек. И, к сожалению, от нас. В первую очередь, удары пойдут по двум направлениям. Это сельское хозяйство. По-моему, более всего пострадают свиньи российские. Но не в фигуральном, а в таком натуральном выражении. Да, потому что фактически порежут пошлины на ввоз импортной свинины в ноль. Ну, и понятно, что себестоимость производства у нас весьма высокая. И ринус к нам стада свиней. Ну, собственно, это на Украине уже произошло. Они там же едят польское сало. Да, импортируют. Вот, это, что касается сельского хозяйства. А вторая? Вторая отрасль-то. Да. А вторая, ну, это не отрасль, это, так сказать, это машиностроение. То есть, ну, понятно, что если снимать всякого рода проционистские барьеры на пути, скажем, автомобилей иностранных, то с нашими «Жгулями», ну, скажем так, их судьба незавидна будет. В очередной раз. Да. То же самое касается и самолётостроения. То есть, вот там, где есть якобы высокие технологии, вот, которых у нас, естественно, нет, вот, а там всё-таки где-то есть, то, то и произойдёт, конечно, такой, ну, скажем так, регулируемый коллапс. Ну, слава богу, не мгновенный, но растянутый во времени. То есть, я бы, прямо вот говоря, эту идею и советовал посмотреть на предмет, так сказать, шортить, какие отрасли можно шортить. То есть, по крайней мере, посмотреть по ключевым сельскохозяйственным предприятиям. То есть, идея торговая именно. Ну, торговая идея, да. Ну, понятно, что, в общем-то, каких-то конкурентных преимуществ вот у этих двух отраслей нет. Ну, сравните Аргентина, где можно круглый год пасти скотину, и у нас стойловое содержание. То есть, у нас себестоимость производства мяса, там, десятки раз выше, чем в Аргентине. Понятно, что снятие таможенных барьеров сразу уничтожает эти отрасли. Это, что касается, как бы, минусов вступления в это. Ну, а плюсы, ну, понятно, какие. Ну, мы вступили в клуб, да. Ну, во-первых, да, это клуб, это имиджевые вещи. Вот, потому что, ну, даже неприлично. Можно купить клубный пиджак теперь, да, и ходить в клуб. Ну, просто неприлично было, потому что за пределами этого клуба находились только изгои. Там, на уровне, там, Северная Корея какая-нибудь. Вот. Ну, и мы, естественно. Имиджевые вещи, юридические вещи по урегулированию всяких споров. Ну, отмена, поправки вот этой пресловутой Джексона Веника, которая очень мешает жить нашим, так сказать, сталилитейщикам. Они даже вынуждены создавать там производство, чтобы ее обходить. Вот. И можно еще упомянуть, конечно, и позитивный эффект. А позитивный эффект, ну, понятно, если отменяют пошлины, то кому лучше? Население, естественно. Все это станет дешевле. Да, но это, видите как, это станет дешевле, но станет дешевле-то не сразу. Да почему? Отмена... Постепенно. Там, как только отменяются пошлины на, так сказать, конкурентных рынках, автоматически. Ну, да, да, допустим, придут дешевые товары, да, но мы таким образом, на самом деле, практически вот малый-средний бизнес, ну, во многом просто он подрубается. Потому что основной товар у нас какой, экспорт наш, да, это сырье, да. Вот здесь практически ничего не почувствуют эти отрасли отступления ВТО. То есть не нефтяные... Эти какие-то, сырьевые? Да, сырьевые, да, они нефтяные компании, не газовые, то есть для них ничего не изменится, по сути. Они по тем же ценам, как продавали, так и будут продавать, да. Единственное, что вот там тарифы на газ у нас теперь будут, это как, приравниваться к внешним, то есть вот это население как раз повысится, да. А вот наш шарпотреб, товарищ, он же совершенно не конкурентоспособен, да. И вот сейчас придет, да, придет дешевый импорт, а вот что они-то будут делать? Ну, с другой стороны, с другой стороны, то есть в моменте, конечно, будет неприятно, но просто произойдет перераспределение в те отрасли, в которых есть конкуренция, например, где большие транспортные издержки при перевозке. Да, мне кажется, время, вот 18 лет мы стучались, там, 19-го то стучались, но, конечно, достучались, но вот время совсем неудачное. Потому что сейчас, да, когда кризис, да, а продакционистские мерки, это разумные для поддержания собственных производителей, мы уже не можем от предпринимателей. Ну, я не считаю, что это сильно, сильно все трагично, вот по какой причине. У нас настолько хорошая, мощная, такая жадная бюрократия, и настолько много взяток надо давать, вот, что я думаю, да, они просто испугаются. То есть такие естественные заградительные барьеры. То есть наша коррупция, это, в общем-то, наш щит. Ну, да, то есть это, по сути, практически единственное, чем мы можем гордиться. Смотрите, сейчас позитивно прозвучала в адрес бюрократии эта фраза. Ну что ж, будем надеяться, что наши же бюрократы нас и защитят. Итак, продолжаем. Значит, мы сейчас говорим о неких внешних факторах, в частности, ну, я имею в виду, да, которые могут повлиять на развитие событий внутрь российской экономики. Что еще из внешних факторов? Вот за эфиром упомянули мы Китай. Насколько это актуально, Вероника? Вы знаете, это очень актуально, потому что Китай, он вообще последнее время, последние годы все время рассматривается как флагман вообще мировой экономики, да, там растущий спрос Китай и так далее. А последнее время экономика Китая стала охлаждаться. Ну как, она охлаждается планово. То есть они до этого говорили, что экономика перегрета, и надо там ее несколько охладить, да. Но в результате слишком сильно там закрутили гаечки, и охлаждение пошло сильнее. Ну плюс еще, конечно, прибавился кризис сначала в США, потом теперь вот в Европе, да, то есть китайские товары не находят спроса. И вот то, что Максим правильно сказал, да, про отмену поправки в США от Джексона Веника, да, которая, по идее, должна дать зеленый свет нашим сталилетельщикам для выхода на международные рынки, да, вот может сейчас не сработать именно из-за замедления Китая и из-за снижения цен там на вот металл, на сырье, да. То есть в этом случае надо говорить о том, что Китай в конечном итоге главный рынок, да, там один из главных рынков. Ну, один из основных рынков, да, да. Да, Максим. Ну, по Китаю, по Китаю ситуация, конечно, не настолько уж темная, там все-таки рост на уровне 8%, это все-таки отнюдь не рецессия. Ничто темно. Вот. Но, ну, ну. Но это опять по китайским меркам, да, на уровне 8%. Да. И плюс тут есть еще некий позитив, мы так и не успели выстроить торговые мосты мощные на Китай. Это позитив? Ну, вот в этом отношении, да. То есть мы, по крайней мере, от китайской экономики напрямую не сильно зависим. В отличие от той же европейской ситуации, вот у нас чем больше связи, тем больше, соответственно, угрозы. С Китаем. Соответственно, да, вот эта торговая связь, она сейчас пока еще, да, не сформировалась. И именно поэтому мы... Да, главное, в общем-то, у нас европейцы, наши торговые партнеры, главное. Вот то, что тут у них, конечно, плохо, это плохо и для нас, соответственно, очень. Ну, вот таким образом, да, мы ищем, да, какие факторы могут замедлять российскую экономику, пока факторы внешние. Ну, еще вот один, он и внешний, и внутренний, скажем так, а это именно плохой урожай в этом году. То есть он не только у нас плохой урожай, продовольствие во всем мире дорожает, в США тоже плохой урожай. Вот, и это, к сожалению, тоже негативно скажется нашей экономике, поскольку это ускорение инфляции. Вот, это ускорение инфляции, оно вполне возможно вызовет реакцию Центробанка повышения ставки, чтобы остановить инфляцию. А последние данные показывают, что экономика замедляется, то есть, соответственно, ставки по-хорошему надо бы и снижать. Да, и вот такие вот это, ножницы, почти как ножницы кудрины, да, вот такие парадоксы. Ну, и, в принципе, еще из таких вот факторов негативного характера, конечно, можно, такой довольно долгоиграющий, но по-прежнему актуальный фактор, это отток капитала, который есть, который продолжает. Сегодня вот ведомости рассматривали материал открытия на эту тему. И какой ключевой момент в оттоке, что, так сказать, каким образом экономика это видит? В первую очередь, в дефиците ликвидности. Дефицит ликвидности закрывался Центральным банком. Создавалась, по существу, пирамида Репо, которая достигла к концу июля уже огромной величины, один, уже около двух триллионов рублей, точнее, один, запятая 75. Вот. И где-то худо-бедно закрывалась ситуация по ликвидности, но где густо, а где и пусто. Некоторые банки купались в ликвидности, а у некоторых, которых нет доступа к аукционам Репо Центрального банка, они вынуждены были ликвидность заимствовать у населения. И на рынке вкладов гонка. Давайте послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем Финам.ФМ. Программу «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Рассуждаем о краткосрочных и среднесрочных перспективах российской экономики. Напомню, в гостях сегодня Вероника Чекина, аналитик ФЦ Инфина и Максим Ахсачи, начальник аналитического управления БКФ Банка. Ну что ж, поговорили о внешних факторах, о рисках внешних, так сказать. Теперь давайте порассуждаем о рисках внутренних, факторах, которые могут повлиять на российскую экономику в ближайшей перспективе. Значит, сейчас вот упомянул Максим банки. Отечественные, коммерческие и центральные банки, которые могут, хотя непонятно, на чем основывать, основывать ему ближайшие изменения кредитной политики. Сложно. Сложно ему сейчас. Либо смотреть на инфляцию, либо смотреть на замедление экономического роста. Ну, смотрите, что происходило в последнее время. Центральный банк пытался заместить иностранные источники ликвидности станком. И, как я уже сказал, предоставил ликвидности по состоянию на конец июля в районе 1,75 триллиона рублей банка. Ликвидность довольно дешевая, скажем, в диапазоне от 5,25% до 6%. Но некоторые банки что делали? Они покупали на эти, ну, как бы деньги, полученные от Центрального банка ОФЗ, уже где-то под 8% годовых дальние выпуски. Ну, представьте себе, 5,25% кредитуешься и выпуск 8%. Ну, и любо-дорого жить. Нормально, да? Да, нормально, да. То есть, понятно, что извлекалось по существу из воздуха прибыль. Ну, а дальше же можно и дальше продолжать этот процесс. Получил деньги за, как бы, эти ценные бумаги, ну, по существу их заложив. Ну, либо это не совсем заклад, но... И опять эти деньги направляешь на ОФЗ, покупаешь. Я, собственно, вот знаю, например, чудесный пример, есть такой банк Credit Suisse. Так вот, у него по состоянию на 1 июля вот чуть меньше только 50% пассивов, только чуть-чуть меньше, там, 1-2%. Ну, практически половина, да? Да, практически половина. Пассивов состояло из средств Центрального банка, полученных таким образом. И за год, с 1 июля 11 по 1 июля 12 года, у него активы выросли в два раза как раз вот на средствах ЦБ. Ну, да, по сути, потом эти деньги выводятся для поддержки материнской компании. Чудо, чудо. Основного банка. Чудо, чудо. Вот, то есть, в итоге вопрос такой. Средства, которые, ну, в экстренном порядке должны предназначаться для спасения банковской системы, открытия ликвидности, они используются таким образом, интересно. Вот, это первый момент. А второй момент, который я упомянул, связан с тем, что этот канал ликвидности, являющийся основным каналом для банковской системы, недоступен для многих банков, и они вынуждены прибегать к вкладам населения. И там сейчас разворачивается гонка процентных ставок, самое натуральное. Когда-то существовал несколько месяцев назад порог 11 процентов, негласный, который Центральный банк, ну, обронял. Там с помощью предписаний, там с помощью каких-то устных внушений. Вот, а сейчас я даже не знаю, существует ли какой-то порог. Я вот знаю, например, есть один банк, у которого ставка выше 14,7 процента годовых. Пожалуйста. Есть уже куча банков, которые вышли за предел 12 процентов годовых. Я думаю, какое-то время Центробанк еще будет на это сквозь пальцы смотреть, поскольку действительно сейчас ситуация тяжелая с ликвидностью, особенно для вот, ну, крупные банки, понятное дело, они все, они найдут. Всегда найдут и помогут, а нет. Извините, коллеги, я единственное, вот вспоминаю наши разговоры, ну, наверное, и с вами, все-таки вы не первый раз в этой студии, о том, что мы все время сравнивали, да, возможный новый виток кризиса с кризисом восьмого года. Отмечали, что одной из основных проблем восьмого года, ну, с точки зрения банковской системы, это как раз был дефицит ликвидности. И говорили, звучали эти слова в этой студии, я это помню, что если случится кризис, да, в ближайшее время, то одной из основных особенностей его, да, в сравнении с восьмым, будет то, что ликвидности-то достаточно как раз. И здесь не будет дефицита. Тут возникают определенные нюансы. Дело в том, что на рынке репо, в общем-то, по существу создается пирамида, вот по стандартной схеме. Вот то, что ты рассказываешь. Ну, я-то рассказывал за пределами эфира. Вот, схема это такая, банк закладывает, ну, по существу закладывает, репо это, конечно, не залог, но близко. Банк закладывает, например, ОФЗ, ценные бумаги государственные, центральному банку под 5-25% или немного выше годовых. И полученные средства отправляет обратно на рынок ОФЗ. Но доходность у ОФЗ существенно выше у дальних выпусков, 8%. Он покупает эти бумаги и опять закладывает, и опять на полученные деньги берет. И возникает самая натуральная пирамида, подобная той, которая была в сущности, да, в 8-м году перед самым кризисом. Мы помним банки, Китфинанс, Связьбанк, которые как раз... На этом и погорели. На этом и погорели, коллапс. И, собственно, их коллапс и привел к кризису ликвидности 8-го года. Вот. Сейчас ситуация приблизительно по некоторым банкам такая. Но центральный банк в последнее время озаботился. И, наверное, где-то как-то не без помощи аналитиков. Мы выступали довольно много и в Госдуме на эту тему. И уже в конце июля, с конца июля началось понижение лимитов по однодневному репо. И не маленько, в 60 раз. Ну, по сути, это так или иначе уже начало ужесточения монетарной политики. Ну, то есть лимиты... То есть, смотри, 610 миллиардов рублей был лимит на конец июля. Сейчас 10 миллиардов. 61 раз. Вот. Но тем самым перекрывается один из каналов ликвидности. Мы видим, это отражается и в процентных ставках, ну, скажем, на МБК. Естественно. То есть зажимается, в общем-то, важный канал ликвидности. То есть центральный банк находится в довольно такой тяжелой и неприятной ситуации. Ведь, собственно, вот этот канал ликвидности государственного, он должен использоваться в режиме экстренном, а не все время. То есть не должен финансовый рынок садиться на иглу какого-то одного инструмента. Ну, например, репо. Ну, а сейчас... Ну, дело в том, что надо, короче, диверсифицировать. Да, то есть Минфин должен больше денег давать банкам. Там, я не знаю, средства ЖКХ должны в большем количестве, там, свободные средства бюджета размещаться. Потому что проблема-то главная, которая она и была, и остается для банков. Это именно отсутствие длинных денег. Поэтому, собственно, вот такая и начинается борьба за вкладчиков. Так что, если у кого-то есть свободные деньги, в общем-то, рекомендую сейчас. Несите. Да, несите. Ну, только так, в разные банки, которые стоят в системе страхования вкладов, и не больше 700 тысяч в один банк. Ну, подожди, вот ты говоришь о том, что, извини, Максим, вот эти высокие ставки, понятно, что банки таким образом пытаются дырки в ликвидности заткнуть, но это уже на грани, или, точнее, даже за гранью, да? А вот для некоторых за гранью, потому что уже процентная маржа у некоторых банков отрицательная. Ну, смотри, вот я купился на эти рекламы, на то, что вы мне сообщили, побежал, быстренько разместил средства, а потом проходит пару-тройку месяцев, и Центральный банк. Да, нет, вперед в АСВ. Но есть нюанс. Смотрите, в АСВ около... Ну, пару-тройку нет месяцев, там, в течение года предупреждение дается. А, понятно. Но в АСВ около 170 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов. Около 170. А общий рынок вкладов превышает 12 триллионов рублей. То есть, каким образом... То есть, в общем-то, весьма большое число банков... Просто вот в одном только банке больше вкладов сконцентрировано, чем во всем фонде. Мы знаем этот банк как называется. Нет, 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 нет. Довольно много, довольно много банков, которых... Это не один, это не только Сбербанк. Там Сбербанк-то это ладно. Очень много, ну, не очень много, но много. Но Сбербанк это 48,5%. Ты тоже об этом банке знала, да? Мы, говорит, знаем. Да, об этом. То есть, люди, которые полагаются на вот эту технологию, мы несем в самые гнилые банки, предлагающие самые высокие проценты, это немножко ошибочная технология. Потому что карман УСВ не безграничный. И, скорее всего, не дай бог, если что случится, именно гнилым банкам и не достанется, да? Ну, не исключено. То есть, несите в банки все-таки с высокими ставками, но достаточно надежные. Есть вопрос нашего слушателя на сайте. Как раз, собственно, мы сейчас о банках ведем разговор и вопрос в отношении Центрального банка. Добрый вечер. Вопрос гостям, не знаю, озвучивался или нет. Возможно ли законодательная инициатива о переподчинении Центрального банка правительству? Ну, это на уровне бреда. Да, но инициатива у нас, возможно, собственно, любая, да? То есть, как-то любят инициативы разные, но то, что это будет принято, это нереально. То есть, Центральный банк может проводить ответственную кредитно-денежную политику только в условиях его независимости. А если он не будет независим и какой-нибудь не очень квалифицированный, скажем, министр, чиновник с шишкоподобной головой, наполненный неизвестно каким веществом, что-то так скажет и главный банк... Покажется, да? Да, да. То это может привести к дестабилизации финансовой системы страны. То есть, это на самом деле очень и очень страшные, неприятные вещи, когда Центральный банк... ...вот кому-то, каким-то структурам правительственным... Ну, может быть, не в России, а где-то... Ну, я думаю, в Северной Корее все подчиняются, да. Понятно, кому, да? Ну, там насчет денежно-кредитной политики тоже как-то... Большой вопрос. Большой вопрос за политикой. Ну, ясно, ясно. Собственно, вопрос, да, ответ однозначный. И подобные вещи, конечно, не есть хороши, да, и ни к чему хорошему не приведут. Хорошо, продолжим. Ну, разговор о ситуации в российской экономике. Мы говорили о том, что проблема ЖКХ, проблема ЖКХ также может повлиять на негативное развитие событий. Каким образом, Вероника? Ну, тарифы повышены, будут еще раз повышены. С первого сентября. И это, естественно, тоже будет способствовать разгону инфляции. Ну, это, правда, с некоторым лагом мы почувствуем там 3-4 месяца, да. Уже в следующем году почувствуем. Ну, в конце этого, да, в конце этого и вот следующее. Да, то есть, естественно, это тоже негативно скажется. Уже, вообще-то, на самом деле, инфляция пошла наверх, да. То есть, да, сегодня вот опубликовал Росстат данные, недельные 0,1%, причем основной вклад внесли дорожающий бензин и вот то, что мы говорили о продовольствии, мука. То есть, вот этот самый дефицит, да, неурожай. То есть, август обычно традиционно в России даже месяцем дефляции часто был, но вот в этом году такого нет. Вот накладывается одно другое. Максим, а какие ожидания, вот, с точки зрения инфляции в ближайшей перспективе, там, сентябрь, октябрь, что мы можем увидеть? Ну, зависит от уровня неурожая. Да, вот цыплят по осени, давайте вернемся. То есть, подождем все-таки осени. Но тем не менее, говорили о том, что очевиден неурожай у нас. Ну, оценки я видел, там, скажем, около 80 миллионов тонн зерна. То есть, это довольно существенное снижение. Это уже даже меньше, даже 75 миллионов говорят, что мы собираем. Вспомним, кстати, каким мощным политическим последствиям ведут иногда всякого рода неурожая. Например, вот неурожай, связанный с засухой и пожарами 2010 года, вот, не знаю, как бы, известно или нет, но один из факторов, который свалил Мубарека. Именно наш неурожай. Давай, очень интересно, об этом после новостей поговорим. Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о российской экономике. Чего же ждать нам в ближайшие несколько месяцев? Ну, на самом деле, я хотел бы сказать, чтобы мы ждали только хорошего. Но будет ли оно хорошее? Вот об этом мы сегодня разговариваем с моими гостями. Вероника Чекина, аналитик ФТ Инфина в гостях. И Максим Асачий, начальник аналитического управления БКФ Банка. Прервались мы на новости. Интересный рассказ Максим начал о том, как фактор экономический, да, может оказаться фактором политический, и, в частности, неурожай в России привел к свержению мубарок. Вот как интересно. Ну, как один из факторов. Ну, чрезвычайно просто. Россия поставляла большие объемы зерна Египту. В 2010 году Владимир Владимирович Путкин вводит эмбарго на поставки зерна. И, соответственно, в Египте начинаются, ну, прямо скажем, проблемки. Проблемки небольшие. Цена на хлеб идет вверх. Народ, как ни странно, недоволен. А тут еще и акула подвернулась. И вот эти два фактора, в общем-то, сыграли свою определенную роль в свержении этого замечательнейшего и добрейшего человека. Акула была заслана. Ну, и напомню, что на самом деле экономические факторы, достигая определенного порога уровня, в общем-то, становятся политическими. То есть, ну, в принципе, довольно известны казусы, к чему привела, например, упавшая нефть в отношении Советского Союза, когда в 1986 году она упала, да, и, в общем-то, с этого все и началось. Запустились мощные процессы, разрушения. И кончились деньги, да? Да, и кончились, и кончились деньги. То же самое, 98-й год, падение нефти, помните тоже, каким печальным последствиям это привело политического характера. Да, кстати, возвращаясь к внешним факторам, почему мы не проговорили сегодня о нефти, а вдруг она действительно тоже... Да, это, конечно, это очень важный такой момент, это, в общем-то, ключевой момент для нашей экономики, цены на нефть. Пока они стоят на высоком уровне, в общем-то, можно ждать, что каких-то такого серьезных кризис в России не накроют. Ну, переживем, как в 2008-2009 году, то есть, государство сможет накопить денег, чтобы оказать поддержку, да. В случае же, если нефтяные котировки рухнут, то это, в общем-то, посыпется весь наш бюджет. Вот, нефть пока на высоких уровнях, тут, в общем, нам помогает не спрос даже на нее со стороны мировой экономики, а боязнь, что ее станет меньше на факторах, на иранском факторах, на Бележневосточном все вот эти факторы играют, да. Как только там что-то, допустим, успокоится, я думаю, что цены... То есть, там, конечно, только на руку получается, да, вся эта буча-то? Ну, в какой-то, в определенном смысле, да, потому что цены на нефть растут. Тут еще такой вот от республиканской партии кандидат Ромни сказал такую опасную вещь. Он сказал, что он хочет в случае его избрания на пост президента уменьшить зависимость Америки от нефти и распечатать стратегические запасы. О, и тогда это будет совсем плохо для нас. Реально? Подолго ли хватит этого запаса. У них самые большие стратегические запасы. Ну, не думаю, не думаю. А это... Ну, и надеемся, что его и не выберут. Во-первых, да, потом все-таки... Не, ну, это пугалка такая для рынка. То есть, это может покачать. Покачать цены, да? Не думаю, мне кажется, это уж слишком... То есть, там, конечно, основной мотив в нынешних высоких ценах это все-таки вещи, связанные с Ближним Востоком. То есть, вот все это Иран, ситуация с Сирией. И вообще, вот нам мутить в Сирии крайне выгодно с точки зрения именно нефти. Цен на нефть. Да, если все спокойится. Ну, и с точки зрения, конечно, и наших оружейных поставок. То есть, чем больше мы изображаем, так сказать, поддержку этого замечательного режима, тем с большим усердием будут другие диктаторы и всякого рода пакостные тираны покупать у нас оружие. Забавно. Если вернуться к идее Ближнего Востока, то, что сейчас, в частности, оказывает поддержку ценам на нефть, то логично связать... Ну, давайте так, в среднесрочной перспективе ничего не изменится, потому что штаты выборов в ноябре. Ну, я думаю, скорее всего, да. Скорее всего, до выборов как-то ситуация будет некий такой сохраняться, статус-кво. Вот. Пока, ну, сложно предположить, что будет дальше, поскольку, действительно, пока не очень понятно, кого все-таки выберут. Вот, все-таки, действительно, хотелось... А какие ожидания у тебя вообще? Ну, я все-таки рассчитываю, что Обаму. Как-то приятнее. Он нам как-то ближе. Ближе, да, он нам друг. А то и Вера там какая-то уже очень странная у его конкурента. Вот, так что, как-то, мормоны, это как-то, да, там еще и багажонцы. И заявления такие звучат, как это повеяло холодным ветром. Не дай бог. Так, хорошо. Значит, резюмируем, что, безусловно, да, еще одним фактором стабильности или дестабилизации российской экономики являются цены на нефть. В данной ситуации, мы говорим, они на приемлемых уровнях. И, как минимум, эти уровни, скорее всего, да, опять-таки, если ничего из ряда вон выходящего не случится, продержат до ноября месяца, когда 6 ноября этого года будет избираться новый президент Америки. Ну, после этого, да, пройдет еще какое-то время, пока он вступит в должность, да, там пройдет инаугурация. От нас приказ на введение в Украину. В Сирию, да, кстати. Да, да, да. Ну, то есть там еще месяц-полтора, да, еще эта бодяга потянется. К Новому году как раз в Сирию. Да, и новый фактор поддержки. Вот, 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 вот. Нет, я думаю, что этот новый фактор поддержки очень быстро отыграют, потому что, как только перекроют воздушное пространство Сирии, то есть после этого все и закончится. Сразу. Сразу Асадон только останется искать трубу поглубже. Вот, оттуда его выковыривают. Куда можно быстренько, да? Да, ну, не хотелось бы рассматривать такие совсем грустные сценарии. Безусловно, безусловно. Коллеги, уважаемые, давайте теперь от всех этих фактов, да, от всех этих разговоров вернемся к рынкам, собственно, ну и к нашему отечественному, наверное, что логично. И попытаемся нарисовать некую картину, краткую и среднесрочные перспективы. Что нам ждать от отечественного фондового рынка, с учетом всех, так сказать, опасностей, да, которые мы сегодня перечислили? Максим. Ну, как бы, наш любимый банковский рынок, честно говоря, он узкий, очень узкий, именно с точки зрения фондового рынка. Там всего две голубых фишечки. Да, достойные, да? Нет, достойных только одна. Достойная одна. Та же самая причина, опять знаем, как ее зовут. Сбербанк, да, то есть две голубых фишки, это Сбербанк и ВТБ. Достойная голубая фишка, это Сбербанк, которую мы с Вероникой всегда рекомендуем покупать. Да, да, горячо. Но только зря. Зря? Да, она как-то не оправдывает наши. Пока нет. Ну, то есть, но она с другой стороны и не падает. Ну, другой, да, но Сбербанк, это так, это гробовые деньги, что называется. Да, то есть, по крайней мере, вложите, но не будет так обидно, как в ВТБ. Да, да. Есть еще несколько ценных, есть еще несколько акций, ну, скажем так, ликвидных, но еще менее интересных, по-моему, даже, чем ВТБ. Это Возрождение, Санкт-Петербург, Номос. Это очень исключительно недооцененные ценные бумаги, особенно тот же Номос, который там на уровне, по-моему, всего полкапитала торгуется. Но, честно говоря, я бы не рекомендовал спешить с инвестициями в эти ценные бумаги. Именно с учетом того, о чем мы говорили, да? Да, 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 да. И один еще нюанс, который не упомянут, был в отношении банковского сектора, и, кстати, льет воду на идею вложения именно в акции Сбербанка, это то, что происходит мощнейшая экспансия и, по существу, неконтролируемая государственных банков, ну, и, соответственно, экспансия частности и за счет их частных собратьев. Так что инвестировать в акции частных банков, вот по этой хотя бы причине, ну, прямо говоря, немножко, да, нет смысла. Тем более, что они не имеют доступа к такого мощного государственной ликвидности, часто даже и бесплатного, который имеют государственные банки, это раз. А с другой стороны, они когда-то имели возможность выхода на зарубежный рынок капитала, но сейчас такой возможности нет. Поэтому идей в частных банках серьезных я не вижу. Вот. Что касается идей по другим секторам, ну, уже мы высказывали в связи с ВТО, вещь, связанная с аграрным сектором, который будет, скорее всего, находиться под ударом, и вещь, связанная с обрабатывающими производством машиностроения. Там тоже ситуация не очень приятная. Ну, а из плюсов, ну, наверное, сейчас в моменте золота представляет интерес. Химия, нефть, химия, я думаю, обратить внимание стоит на акции химия, нефть, химия. Металлургов, да? А, с металлургами сложнее, металлурги, наверное, все-таки не стоило. Все-таки Китай доминирует над веником Джейксоном, поэтому... И вообще, я думаю, что да, что так как рынок очень волатилен, будет оставаться волатильным, ну, как мы говорили, много-много факторов, да, до конца года, я бы рекомендовала вкладываться именно в ликвидные акции, в высоколиквидные акции, из которых можно, если что, быстро выйти. Ну, да. Ну, например. Ну, как? Помимо Двербанка, да, который... Ну, вот взять топ-10 МВВ, да, голубые фишки. Газпром. Газпром, Лукойл, Норильский никель. Ну, на самом деле, по Норникелю, да, по Норникелю, там идея с Китаем. Да, там с Китаем идея вырубляют. Ну, вот Сбербанк, Газпром. И еще, смотрите, вот тоже интересно, мы сегодня, ну, так делили, да, ожидания на некие временные категории. Кратко, среднесрочно, до конца года. Вот все рекомендации, которые мы сейчас пытаемся озвучить, они спекулятивные или все-таки до конца года каким-то образом? Ну, со Сбербанком это даже не до конца года. Это вот гробовые. Это такая фундаменталка. Гроб эти акции, вот. Гробовые акции. И в потреб сектора, вот, ну, магнит. Ну, магнит, он вообще очень хорошая бумажка и очень хороший эмитент. Галецкий. Да, 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 тут они еще собираются создавать свою собственность из хозяйственных комплекс, самый крупный в Европе. Ну, то есть, хорошая бумага. Гуралкалия неплохая. Ну, кстати, по поводу магнита, да, и вот то, о чем Вероника сейчас говорит, его мысли по поводу комплекса. Как это в новых условиях в вступлении ВТО, я имею в виду? Ну, вот тут, конечно, надо подумать, потому что, ну, я не специалист по аграрному сектору, но, честно говоря, проводить какую-либо экспансию сейчас в российском аграрном секторе в свете вхождения ВТО, я бы, ну... Вопрос все-таки, да? Да. Ну, с другой стороны, это создание дополнительных рабочих мест в крае, Коснодарский край, это, собственно, такой регион, там, пострадавший. Ну, другой, то есть, ты имеешь в виду, что на какую-то дотацию государственную они могут рассчитывать? Я думаю, они получат кредиты от государственных банков, Сибербанк, по-моему, уже сказал, да, дают очень приличный кредит, то есть, у них будут деньги на развитие, помогут, конечно. То есть, это такая форма поддержки отечественных производителей. Ну, в данном случае, да. В своем роде. В своем роде. Завуалированная такая, напрямую нельзя поддерживать. В обход, да. Хорошо, про золото два слова буквально, Максим, скажи, пожалуйста. Еще раз повторю, вот 1640, текущая котировка, вчерашний рост, да, достаточно серьезный. Какие там цифры впереди и насколько убедителен рост дальше? Ну, тут, как бы, играет идея, которую мы тоже, в общем-то, высказывали, в первую очередь, агроинфляция. Агроинфляция один из основных факторов глобальной инфляции. Ну, естественно, как только мы слышим слово «инфляция», сразу мощный щит. В ответ сразу золото. Да. А инфляцию мы отвечаем инвестициями в золото. Других вариантов нет. Да. Я понял. Спасибо огромное. Давайте заканчивать потихонечку. Я напомню, уважаемые слушатели, в гостях сегодня были Вероника Чекина, аналитик ФЦ Инфина и Максим Асачий, начальник аналитического управления БКФ Банка. Ну, что ж, очевидно, проблемы для российской экономики существуют, как и для любой другой, собственно. Часть их мы смотрим со стороны, часть внутри нашей экономики. Вот. Но, тем не менее, чтобы впереди нас не ждало, я с удовольствием всегда рекомендую вам, желаю вам, точнее, всего хорошего, успехов на рынках и до следующих встреч.